Уже в этом году на полках магазинов появится новенькая PlayStation 5. Информацию приходится собирать по крошкам, но с каждой из них консоль становится все отчетливее и отчетливее видна. Сегодня предлагаю вам обсудить слитые технические характеристики консоли, а также предполагаемый внешний вид. Но если вы хотите быть в курсе новостей из мира технологий, рекомендую подписаться на наш канал и нажать колокольчик, чтобы быть в курсе выхода свежих видосов. Всем привет, меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Всеми нами любимое европейское издание Let's Go Digital опубликовало новенькие рендеры возможного внешнего вида консоли PlayStation 5. На рендерах устройство выполнено в классическом прямоугольном корпусе и доступно в двух цветах, черном и белом. Такие цветовые решения вполне типичны для Sony, однако очевидно стоит ожидать и всевозможных бандлов в разных других цветах. Сверху на консоли очень аскетично изображен логотип PlayStation 5, он немножечко подсвечивается судя по рендеру, это довольно приятно. Тут же на рендерах видно наличие дисковода, также порты USB Type-A и USB Type-C для зарядки разнообразной периферии. Лично мне такой внешний вид консоли очень даже нравится, потому что он подойдет абсолютно к любому интерьеру, либо в моем случае он просто встанет на полку и я вообще никогда его видеть не буду, поэтому, ну, такое дело. Напишите в комментариях, кстати, понравился вам такой вот дизайн или нет. А вот говоря о периферии, на этих же рендерах представили внешний вид DualShock 5. Помимо того, что мы уже сообщали о DualShock 5 ранее, кстати, если вы не смотрели ролик, можете посмотреть по всплывающей подсказке, судя по слухам, DualShock 5 получит беспроводную зарядку. Скорее всего, в комплекте вместе с PlayStation 5 такой стенд идти не будет, это будет дополнительный аксессуар, который вы сможете докупить при желании. Для Sony практика вполне себе обычная, да и почему бы и нет. Американская сеть GameStop на своем сайте показала PlayStation 5, по крайней мере, страницу товара с PlayStation 5 с указанием ключевых характеристик, фич и особенностей. Конечно же, сразу после этого страница была удалена, однако в кэше Google ее все еще можно найти. Там были упомянуты существенное повышение производительности, возможность обратной совместимости с PlayStation 4 и всем ее контентом, а также возможность запуска игр с диска или из сети. Бонусом ко всему этому идет поддержка видео вплоть до 8К, объемный 3D звук, а также поддержка трассировки лучей. Также по информации с GameStop устройство получит восьмиядерный процессор AMD и SSD накопитель. И это подтверждает информацию, которую мы ранее получали от одного из инсайдеров. PlayStation 5 получит 18 гигабайт оперативной памяти, 500 гигабайт SSD накопителя, а также графическую карту с производительностью 12,6 ТФ. И нужна такая мощность не только для того, чтобы пользователю было приятно всем этим пользоваться, а также для того, чтобы можно было еще и утереть нос американской компании Microsoft и их новенькому Xbox. Однако, это уже грустная новость, все эти мощности могут сказаться на стоимости консоли. По предварительным данным себе стоимость PlayStation 5 составит 450 долларов. По меньшей мере за 500-550, скорее всего, ее и будут продавать. Да, на самом деле, получается не такая уж и большая наценка, это вполне логично, потому что большую часть денег Sony зарабатывает, конечно же, с продажи игр и разнообразных онлайн-сервисов. Кстати, некоторые источники сообщают, что вместе с PlayStation 5 одновременно покажут и PlayStation 5 Pro, более прокачанную версию. Сколько будет стоить эта машина, уже прям совсем другой вопрос. Кстати, вот вопрос для вас. Ребята, скажите, сколько максимально вы готовы отдать за PlayStation 5 и за PlayStation 5 Pro? Естественно, не вместе, а по отдельности, но все же интересно. Я вот больше 600 долларов морально пока отдать не готов, однако ваши мысли по этому поводу я жду в комментариях. С радостью все прочитаю, а на самое интересное, конечно же, отвечу. Главное, главное, не забывайте подписаться на наш канал, поставить большой палец вверх этому видео и нажать на колокольчик, чтобы совсем приятно было. Также не забывайте заглянуть в описании, там есть ссылка на наш лайв-канал, где новости публикуются каждый день с понедельника по пятницу. А еще в описании есть ссылки на наши социальные сети, приходите, подписывайтесь, мы каждому из вас рады. Меня же зовут Кирилл, вы были на канале Кэппи Паста, до связи.